Значит, есть теперь запись. Да, кнопочка мигает. Запись есть. Кнопочка мигает. И вот у нас 15.01, и прям вот мы прям готовы. Я впервые в Инстаграм. В Телеграм. В Телеграм, господи. Очень много соцсетей. Да, очень много соцсетей. Все хочется, прям вот все хочется, хочется, хочется. Сегодня Женя писала в чате, что ей так много всего хочется, что она не знает. Я говорю, так может, это как раз и есть желание, которое надо загадать. Да, да, умение выбирать, умение выделять важное, что сейчас в приоритете. Это вот прям стоит его тренировать. Так, а сколько нас здесь? Я вижу, что мы можем начинать, да? Ну да, сколько-то человек нас есть. А, есть девять участников. Я вижу, что есть девять участников. Девочки, есть отдельный пост, который в чате вязальщиц. И я его специально отдельно написала, чтобы там вы могли писать свои вопросы, там какие-то замечания, потому что в канале их нельзя писать, а в чате можно. И он у меня перед глазами, поэтому будет видно. Вообще вопросов у нас много, вопросы просто потрясающие. И мы, наверное, начнем, не будем тянуть резину, что нам ее тянуть, правильно? И мы начнем. А давайте мы представимся, потому что я тебе тоже размещу, так что давайте вы представляйтесь, потом я. Хорошо. Да, хорошо, действительно. Я голодонанский дизайнер, профессионал. Это моя профессиональная дельность, с которой я занимаюсь уже более 30 лет. Вот не просто хобби, а прям профессиональная деятельность. Потому что я с нее и зарабатываю. И за это время собралось у меня много своих методов и способов. Мне было скучно просто вот так вязать, а моим клиентам нужно было что-то интересненькое. И вот способы разные пособирались, и наша тема сегодняшняя, она вот прям с этим всем связана, и очень интересно про нее, всегда интересно про нее разговаривать. Мы с вами этим поделимся. Я очень рада. Вот Марина здесь, ну вот так вот. Марина. Да, очень приятно, Галла. Так, сейчас я тоже представлюсь. Я Марина Гусева. Я тоже дизайнер, да, как неудивительно. Но я дизайнер-самоучка. Не так давно этим занимаюсь. Так, чтобы прям плотно-плотно пару лет, а неосознанно, ну, лет где-то пять, даже может быть чуть побольше. И я также обучаю вязанию, даже не вязанию, а дизайну ручного трикотажа. Вот. И кроме этого, я развиваю направление свое художественное, да. То есть я могу еще называть себя художник по текстилю. Это мне тоже интересно. В эту сторону я тоже работаю. И потихоньку включаю в свой контент, потихоньку это тоже начинаю транслировать. Да. А говорить мы сегодня будем об ошибках, о страхе ошибок. О страхе ошибок, да. Гала, что такое вообще для вас ошибка? Я, как обычно, уже моя подкастерская прошлое, оно не дает о себе забыть. Полгода подкаст не записывала. Мне сразу хочется брать бразды в свои руки. Рвется она наружу, да. Ну, вообще, во-первых, страх, он автоматически появляется. Вдруг ты замечаешь себя, что ты прям вот такая вся напряженная, вся прям чего-то трясешься, и что-то тебе плохо в этой жизни. И тогда понимаешь, что у тебя, видимо, ты чего-то боишься. И тут я начинаю, тоже мне такая автоматическая привычка начать себя спрашивать, а чего я боюсь, и что это, и как это. И да, это ошибка. Очень не хочется выглядеть дурой перед самой собой, в первую очередь. Вот. А потом я вспоминаю, что я преподаю, и что мне помогало, и что вообще было, вот, можно сказать, ну, ключиком таким, когда создавались какие-то интересные дизайны. И я тогда себе говорю, ну, ошибусь, ну, я посмотрю на это. И вот он отпускает. Мне кажется, можно заканчивать эфир, мы рассказали все, что нужно делать. А ведь рассказать-то это мало, а вот, что называется, дать попробовать и войти в детали, как всегда, все основное в деталях. Как это делать, да? Как? А как у вас, Марина, как вы с ошибками? Ну, для меня страх ошибок, это, наверное, в первую очередь тоже страх, что не получится, что я не справлюсь, что я облажаюсь. Ну, даже не в своих глазах, а перед каким-то человеком. То есть не выполню обязательства, ну, и так далее. И на самом деле очень долго я шла на поводу у этого страха и отказывалась от чего-то. Но потом я более-менее научилась тоже себя так. Так. Разрешить себе не справиться, я называю это. То есть я возьму, что самое страшное будет, если я не справлюсь. и просто как бы я себе такой план действий составляю. Но если я не справлюсь, я просто скажу, что я не справилась. Вот примерно до такого числа я пойму, что я не справлюсь, людей я при этом не подведу. Всё, не справлюсь, не справлюсь, справлюсь, справлюсь. Вот. То есть для меня вот страх это что, да, облажаться не суметь. Да, это самое, знаете, я вдруг вспомнила про вот этот вот факт, когда мы не справились, да, вот чтобы понять, а когда я именно не справилась, да. И вот если мы сегодня говорим про ошибки и как раз в плане дизайна, то там вообще их не может быть, потому что ошибка – это всегда как сравнение с чем-то, с каким-то инструкцией, с каким-то шаблоном. А если идёшь в дизайн, то там нету шаблонов, нет, там не написано ничего. Ну, я поспорю, смотря кто ставит задание. Ну, то есть если это своя собственная постановка задачи, тогда, ну, всегда можно найти выход. А если есть заказчик, то может оказаться так, что результат не устроит. Ну, тогда это будет просто промежуточный вариант. Да, да, это будет промежуточный вариант. И это будет, по сути, опыт настраивания коммуникации с заказчиком. Как избежать таких вот промежуточных вариантов, как максимально выяснить изначально, чтобы не было подобных недопониманий. Но, по сути, как бы несоответствие результата ожидания чаще всего это просто недопонимание. То есть один человек ждёт одно, другой человек ждёт другое. И всё это лечится очень-очень подробным техническим заданием. Вы, кстати, сейчас работаете, да, с брендами или нет? Нет, сейчас нет. Вы когда работали с ними, то есть вы как-то описывали то, что вы будете делать? То есть в каком это виде всё было? Ну, это был эскиз. Это было... Иногда это было прям на бумаге просто эскиз мне рисовали. А иногда прям техзадание. То есть прям с картинкой, с размерами, со всеми линиями, линиями, которые они хотят. Да. Ну, то есть кто-то вам давал много свободы, а кто-то так довольно жёсткие рамки задавал. Да. А как в процессе работы? То есть вы что-то согласовывали с ними? Или, ну, то есть насколько это плотная работа? Знаете, вот когда я начинала, то у меня очень много было там, конечно, проколов. Вот. А потом, когда... Да, потом, когда я уже научилась, я ещё, знаете, я их потом тоже это... Я потом поняла, что я их начала селекционировать, то есть выбирать себе тех, которые дают мне больше свободы, где я могу повеселиться от души, то, что мне нравится. И они потом такие подобрали, что говорили, ну, ты же знаешь, иди, сделай. И я побежала делать. Но вообще, конечно, да, это опыт. Опыт тут уже никуда не денешься. То есть когда ты знаешь, что ты можешь... Вот сейчас... Вот у меня был пример, визуальный квест в клубе, который был самый первый. И там картинку нашли, такая интересная картинка, я на неё посмотрела. Ой, да, интересная картинка. Потом, когда я взялась за неё, я просто чувствую, что я не знаю, как её делать. Я просто прям так испуганная, вся думаю, ну да, я как бы опытная, да, а я не знаю, как. И так действительно, в общем-то, испугалась тоже мордой в грязь упасть перед своими студентками. Но не упали? А потом начала, взяла себя за дело, и я себе вот это и сказала. Ну, хорошо, я посмотрю на эту ошибку, я на неё посмотрю, что это такое. И потом, когда я начала взялась за это дело, начали приходить идеи, и я уже была рада. Всё по ходу. Хотя конструкция, конечно, на самом деле сложная. Главное, что не упали мордой в грязь. Вы знаете, я однажды упала мордой в грязь очень даже здорово. И можно сказать, сама не очень заметила это. Вот насчёт страха, да. Вот у нас есть страх, и я больше всего боюсь сама перед собой облажаться вообще-то сейчас. Больше всего. И вот когда-то у меня облажалась, я очень серьёзно, я сейчас вначале расскажу, как я облажалась, и потом только поняла, а что я, собственно, даже не испугалась вообще-то. У меня такой крупный прямо клиент, поначалу они были не крупные, это были две женщины, которые собрались вместе и стали делать бренды для детей. У них у самих были маленькие детки, и они начали прямо вот с нуля до 14 лет. И они мне заказывали свитерочки, чтобы к ихним шитым вещам была такая добавка. И вот они росли, они очень быстро росли, такие смелые женщины, очень быстро росли. И вот в какой-то момент они так здорово выросли, они заказали мне что-то прям тысячи. Все мои вязальщицы работали, прямо высунувши язык, без выходных, и мы опоздали с заказом на два месяца. На два месяца, когда они должны уже, ну там же все завязано, что надо в магазин поставлять, уже все. А мы на два месяца опоздали. И это обернулось тем, что они, ну они и выросли, как бы, но это был сигнал для них, что со мной пора завязывать. И я потеряла клиента. И что интересно, что я не, опоздав на два месяца, и потерявши такого клиента, я ни разу не испугалась, я то есть как бы даже не заметила, что я так прокололась. В смысле, вы за сроками не следили? Вы не заметили? Нет, я видела, что мы не успеваем, мы работали из всех сил, ну, да, мы работаем, мы так работали усердно. Не, я вообще-то, я понимала, что мы не успеем, но я не думала, что настолько. В общем, это тот случай, когда я здорово прокололась и не пугалась. Мне кажется, это еще очень все такое забывается, потому что мы, когда готовились к эфиру, я задумалась о том, когда у меня были какие-то проколы, где я там ошибалась, не справлялась. И я, честно говоря, ничего не вспомнила, особо так, ну, кроме того, где я заранее отказывалась выполнять какие-то заказы, потому что боялась не справиться. Но тут я даже не пробовала, считай. А вы вот начали вначале, начали вначале, начали рассказывать, и у меня возникло в голове несколько ситуаций, то есть там было и когда целиком распускала связанную вещь, перевязывала заново. Было, когда свитер как бы целиком оказался не тот, причем я изначально понимала, что не получится, скорее всего, но была скромная, стеснительная, не обосновала, почему это плохое решение, связала, потом поехала новую пряжу покупать за свои деньги и вязать второй свитер. Но это как бы все опыт, и он запоминается, но я даже не запомнила это как ошибки. Ну, то есть, ну, не получилось, ну, исправила. Ну, все. В следующий раз буду заранее понимать, что как вести себя в таких ситуациях, да, заранее себе подкладывать подстилочки, чтобы уже потом все было хорошо. Ну, в общем, в целом, до криминала никакого обычно не происходит. Это все наши, наши там страхи. Ну да. Я вот, кстати, позавидовала вашему, что вы боитесь облажаться только перед собой. Мне кажется, я такого дзена еще не достигла. Я боюсь облажаться не перед собой, а, в принципе, перед людьми. Вот. А перед собой, не знаю, перед собой, мне кажется, я всегда уверена, что найду в эту ситуацию. Вот. Так. А давайте, знаете, о чем поговорим? Наверное, какие выводы вы сделали для себя, чтобы вот больше не делать ошибок? Как раз вот плавно перейдем к этой теме. Знаете, вот сейчас мы тоже начали разговаривать. Вы говорите, что вы не вспоминаете каких-то ошибок, да? А я вспоминаю весь свой путь, но не только вот дизайнерский, да, вот какие-то там, вот дизайнерский, он как раз успешный, на мой взгляд. Но, наверное, тоже, нет, нет, это тоже не так. В общем, я бы честно так сказала, что весь мой путь, он состоит весь из ошибок. Он весь из ошибок и права. Да, да, да. Во всех, во всех отношениях. То есть, в дизайне я чувствую себя сейчас уверенно, но тоже, это же ведь небольшая ниша моя собственная. Я ведь не делаю очень многих вещей, которые вот наши девочки, которые здесь сейчас собрались, вот студентки мои, вот я вижу и Инну, и Анитру, и Женю, Татьяну, они такие вещи делают офигенные, многие такие вещи, которые они делают, я не делаю. То есть, у меня какая-то своя ниша узкая, да, и весь мой путь, он весь из ошибок, весь. Да, да. Там и хорошо. Из ошибок и провалов, таких, которые прям были вот по-настоящему провалам, то есть, когда я теряла деньги, теряла клиентов, я заболела, мне надо менять квартиру, это зима, это холодно, и я лежу с температурой под 39 и думаю, почему меня мир так не любит? Ну, всякое было, да. Мне кажется, сюда нужно добавить из ошибок, провалов и поиска выхода из этой ситуации всё-таки и нахождение. Это же следующий шаг, да, да, вот как мы, что мы из этого делаем? По-моему, вообще вот это самый важный шаг, когда люди, если люди делятся на тех, которые продолжают и на тех, которые останавливаются. Да, да, да. Вот, ну, я в этом смысле фокусируюсь, то есть, да, сейчас как бы всё плохо, всё ужасно, что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию? Ну, и фокусируюсь на том, как выйти. Вот, а вы как действуете, когда вот весь мир против вас, вы лежите с температурой? Какие мысли вас одолевают? я, я, во-первых, я вижу, что Галина подняла руку, может быть, Галина, вы можете написать в чате, я его вижу, или вы прям хотите сговорить? Напишите в чате вот вопрос, да, будет как-то, чтобы мы не тот самый. Да, можно зайти в канал, и там вот последний пост, комментарии к нему написать. Угалы, соответственно, в канале. Вот в чат вязальщиц, в этот самый, зайдите, и там напишите, хорошо? Да, либо в чате. Это же чат открыла. Вообще, этот самый, насчет вот того, как из ошибок, да, делать выводы, это уже давнишний такой у меня опыт, у меня было много еще всяких там тренингов, вот, личностного роста, и там они же, вся их суть, это в том, чтобы увидеть вот этих вот скелетов в шкафу, да, и понять, что, что как мы теперь не делаем, это как бы вся суть этого всего. И я это уже давно применяю, оно так автоматически, то есть, если я тогда, лежа в кровати, больная, говорила, почему меня весь мир не любит, то я сейчас задаю вопрос, что я, а как это касается меня, то есть, вот где-то что-то происходит, я спрашиваю, а что это, что я сделала, что это так произошло, то есть, если себе заявить вопросы. Да, да, но это, кстати, уже такой, даже можно сказать, последующий анализ, то есть, что я сделала, что привела себя в эту ситуацию, и как мне этого избежать, вот, кстати, про состояние безысходности, тоже, из моего опыта, когда я понимаю, понимаю, что все, я лежу как бы заболевшая, да, у меня горят сроки там, там, там и там, я все не успеваю, и я себе задаю вопрос, что сейчас для меня самое важное, что нужно сделать, что я не могу подвести, вот это я делаю, а дальше я лежу с температурой, болею, и вот это все, что-то еще хотел сказать, пока рассказывали, забыла, вот, ну, ладно, мне кажется, нам сейчас Галина напишет вопрос, потому что она, Галина, да, она хотела сказать, но она этот самый, уже, уже руку опустила, да, девочки, пишите какие-то ваши вопросы в этом чате, хорошо? А если у кого-то он прям длинный, и очень хочется высказаться, ну, поднимайте руку, попробуем, еще такого тут, и есть вот эти вопросы, Арина, есть у нас вот хорошие вопросы, или у вас какие-то есть, как мы пойдем дальше? Давайте пойдем по вопросам, я не помню, что я хотела такое интересное сказать, но вот что-то вот у меня, а, вот, про опыт, про опыт и ошибки я хотела сказать, да, про то, что весь путь состоит из ошибок, из провалов, вы начали говорить, и я подумала, а на самом-то деле, я тоже делаю так же, ну, то есть, когда я что-то делаю, мне, например, важно понимать, почему я это делаю, то есть, если я вяжу горловину тем способом, мне важно понимать, почему я вяжу ее, он самый удобный, он там здесь больше подходит, или еще что-то, ну, подобные штуки, мне важно понимать, почему, и если я не понимаю, почему, ну, я всегда пойду и сделаю по-другому, и проверю, а почему по-другому, это плохо, то есть, вот намеренно пойти, сделать неправильно, да, ну, по сути, сделать ошибку, проверить, понять, то есть, ну, в этом смысле, да, ошибки, они очень полезны, и это такой опыт, который, когда тебе не нужно запоминать, что ты делаешь так, так и так, ты уже интуитивно понимаешь, почему не нужно делать иначе, потому что иначе не работает, вот, все, давайте пойдем по вашим вопросам, это которые были в канале, да, длинные-длинные списки. Ну, да, есть, да, есть тут очень такие хорошие вопросы, и я еще раз тем, кто нас слушает, девочки, есть они у вас, есть, пишите, есть у нас в чате, мы, я их вот вижу, и Марина их видит, и знаете, еще, мне кажется, тут есть такой вопрос, вот я смотрю, когда на интересный дизайн, и вот у вас, я вижу, что человек смело делает что-то, что не принято. Вот, вот мне недавно на YouTube написала одна женщина, есть интересные комментарии, люди пишут, вот мне всегда интересно, они как, особенно хейтеры, они когда пишут что-нибудь такое, я думаю, они как бы им окей с тем, что люди видят то, что они пишут, им как окей с этим, да, потому что иногда не пишут такую фигню, думаешь, ну ведь люди видят, что это ты написала. Я об этом никогда так не думала. Ну видно, там какая-нибудь пишет, и причем, ну ладно, еще там как бы такие, а то есть, ну такое пишет, я уж не буду говорить про эту шею, я все время возвращаюсь, про шею в морщинах, вот когда мне какая-то высказалась, что ты со своей шеи, ну, видео снимаешь на YouTube, это так смешно, это так смешно, вот, и в общем, пишет, вот совсем недавно пишет одна женщина, говорит, я совсем недавно изучаю стиль, и у вас ни в одно, как она написала, ни в один стиль он не лезет, то, что вы делаете, это как, это что-то такое вульгарное, то есть, человек недавно изучает стиль, и она смотрит, что мои вещи, ни в какую вот это, то, что она изучает, не лезут они туда, но как бы тут остановиться, задать вопрос, или я не все стили изучила, или может быть вообще, как бы имеет место быть какой-то другой, иной, и она сразу записала, то есть, поставила штамп вульгарно, и пошла. Это, кстати, очень популярная история, что все новое, оно всегда непонятно, и в первую очередь, оно вызывает отторжение, ну, это нормально, да, это эволюционно нормально, что все новое потенциально может подразумевать и содержать в себе какую-то опасность, поэтому включается такая защитная реакция, что все новое, все надо откреститься от этого, и, кстати, в этом смысле я своим ученицам всегда предлагаю, то есть, если что-то не нравится, ну, не надо сразу штамповать, не нравится, и вы не понимаете, почему, вот просто не нравится, и вы никогда этого раньше не наблюдали, но вот для начала понаблюдайте подольше, понаблюдайте, понаблюдайте, привыкните к этому, когда уже у вас не будет дергаться каждый раз глаз, что вот опять я это увидела, и уже потом можно судить, нравится это или не нравится, хорошо это или плохо, вот, но как бы о чем-то новом говорить сразу, штамповать, что нет, вульгарно, в стиле не вписывается, а почему она должна вписываться в какие-то стили, кто задает эти рамки, это ваши рамки собственные, а не наши. Это вот самый важный момент, когда люди выходят из каких-то стереотипов, то есть когда ты внутри стереотипа, ты же этого не чувствуешь? Да, 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 и самое главное, что такая смена ракурса, да, то есть посмотреть с другой стороны расширение своих рамок, разрушение своих стереотипов, оно всегда открывает прям какое-то еще одно измерение, ну, невероятное пространство для творчества, для всего. Почему так важно не находиться только в одном вязании, почему так важно смотреть везде вокруг, ну, потому что это дает возможность мыслить шире, смотреть с другой стороны, придумывать что-то новое, и даже когда придумываете дизайны новые, да, один пример, когда вы с картинки связаны, да, связанные вещи, вы ее повторяете, а другой пример, вот сейчас мы с Галой будем участвовать в практику Мистоквилл, да, когда искусственный интеллект сгенерировал картинку, и мы будем вязать по этим картинкам, каждая по своей, и искусственный интеллект не в курсе, какие там петли, какие там бывают узоры, какие-то что, ну, вот он предполагает, что, наверное, это связано, вот, а у нас уже остается пространство для творческого полета, чтобы придумать, а как это связано, то есть, чтобы самим придумать, а не пытаться догадаться, что там искусственный интеллект, сколько петель набирал, сколько рядов вязал, каким образом сшивал, и где он брал выкройку. Да, 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 это вообще тема замечательная, мы не будем сейчас в нее входить, она у нас в новом году будет вот в этом практикуме, это будет просто, просто бомба, я от этого искусственного интеллекта прям пищу, мне вот чат GBT каждый день помогает, ну, давайте мы не будем в эту сторону уходить, потому что мы заявили про ошибки, да, как дружить с ошибками, вот, а то мы сейчас покажем. что вы мне скинули такие, вот, Марина, я тут задала вопросы в чат GBT, вот что он мне ответил, как Галла готовится к эфиру, хорошо готовится. Ну, на самом деле, я собираю вопросы, как бы, от реальных людей, но, но то, что мне чат GBT подкинул, я просто говорю, какой ты умничка, классные такие вопросы. Нет, смотрите, девочки, давайте я вам сейчас зачитаю, что чат GBT, честно, вот я сейчас не буду вам, у меня есть вопросы, которые написали в Инстаграм, девочки написали, вот, девочки говорю, потому что у меня есть мужчины, которые слушают, но пишут почти всегда девочки, вот, но сейчас я вам прочитаю эти вопросы, и вы ставьте какие-то реакции, можно здесь реакции ставить, или там вот в чате пишите, то есть как-то реагируете, потому что это важно и нам, и вам, когда вы активно участвуете, что-то пишете, вот Женя написала, творю из пряжи, что-то вы пишете, это вам больше дает, поэтому пишите, пишите вот в чате, здесь нельзя, вот в чате можно, вот смотрите, это самое пишет, вопрос, какие крутые способы вязать, вы знаете, ну, как вам, Марина, такой вопрос? Какие крутые способы вязать, мы знаем. Мне нужно на него отвечать? Не, не обязательно, если... Хорошо. Вопрос хороший, заставляет подумать. Да, вот вопрос такой хороший, это вот, знаете, еще раз мы уже съехали тут немножко на этот искусственный дефект, я посмотрела вот эти картинки, которые он мне генерировал, и там я попросила грубую вязку, и что интересно, он дает эту грубую вязку, но она выглядит как шрамы, то есть мы же не вяжем, да, у нас вот на коже, если шрам, то он как бы вот такая вот складка, ну или как из пластилина, на трикотаже мы же так это не можем сделать, да, он не вылеплен, то есть это или из кожи, или из пластика, можно вылепить что-то, а из трикотажа он же, ну как его вылепишь, и вот я смотрю на этот шрам, да, и думаю, мне никогда в голову бы не приходило изобразить шрам на трикотаже, или вот этот вопрос, какие крутые способы вязания вы знаете, вот вы сразу и не ответили в лед, ну круто же. Потому что способы вязания, мне кажется, это вот прям очень-очень вторично, то есть, ну для меня первично все-таки идея, а способы, ну мы не ограничены никакими способами, то есть нам дай идею, дай шрам на трикотаже, и мы уже будем думать, каким способом его сделать, и каждый способ будет крутым, потому что сама идея шрама на трикотаже, она крутая, да, 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 а вот тут есть вопросы про идеи, откуда вы берете идеи для ваших красивых вещей? Откуда вы берете идеи для ваших красивых вещей? Девочки, вот пишите, я не знаю этот инстаграм, я не вижу как от вас никаких реакций, и это немножко огорчает, потому что я вижу, что у вас 25 человек, вы все слушаете, вы хотя бы тогда руку поднимите, да, знаете что, давайте я, наверное, поясню на всякий случай, вот у вас открыт эфир, да, если вы его свернете, просто там вот галочка сверху справа есть, то эфир у вас останется, вы будете нас слышать, да, вот вы меня сейчас слышите, а я свернула, о, вот комментарии, звук фонит и прерывается, говорят, так, вот теперь мы узнали, что звук фонит и прерывается, у кого еще звук фонит и прерывается, потому что у меня все хорошо слышно, нет уже, вот, Женя пишет, здесь реакция, я не знаю, где тыкать, у меня звук нормальный, видео нормальный, вот, Женя, где вы пишите, тут и ставьте реакции, любые, вот пишите, пишите, ставьте там, не знаю, русики-нолики, восклицательные знаки, мордашки, кулаки, там, не знаю, все, Женя, спасибо, ура, ура, Марина, спасибо, что вы объяснили, а то непонятно было, как можно и чат писать, и слушать, да, да, слушать остается все, можно, то есть, заходить, и просто временно не будете нас видеть, но вы будете нас слышать, а мы будем рады, что вы нам ставите реакции. Галла, я вот тоже смотрю на ваши вопросы, вот на ваши вопросы, можно я выберу вопрос, который все-таки чуть больше соответствует нашей теме, заявленной. Есть ли у вас хитрости, чтобы быстро все исправить? Ага, есть ли хитрости, чтобы быстро все исправить? Ну вот, допустим, у меня, если что-то случается в полотне вязания, да, вот, я, я сразу, мысленно так думаю, ковыряться, поднимать, или скинуть его, и быстро набрать снова, и я скорее скину, и новые наберу. А еще какие, допустим, какие-то у меня есть ошибки, вот получилось, не знаю, там на 10 рядов даже, может быть, не знаю, спинка шире, чем перед, да, вот у меня были ошибки, знаете, у меня были такие ошибки, где я утюгом вытягивала вещи, чтобы они, этот самый, вот, плевало на эти ошибки, я просто брала и, и, и тянула так, как мне надо. По-хамски, можно сказать, обращалась, а вот сейчас, кто меня слышит, вот все девочки, та самая, русскоговорящие все, ну, вот все мы, как бы, с нашим воспитанием, это звучит для нас просто кошмарно. Но я, этот самый, 24 года живу в Израиле, я тут заразилась пофигизмом, конечно, вот, может он и, нет, наверное, я подзаразилась им тут, и я могу вот так, по-хамски относиться, и, где-то, вот какие-то. Я бы сказала, это еще опыт влияет, ну, то есть опыт, и на что направлено внимание, потому что я-то тоже перфекционист, еще тот, но я могу простить себе, если я там где-то две лишних петли связала, или там два лишних ряда, ну, как бы, визуально оцениваешь, что за вещь, ну, у меня вещи такие, где чаще всего будет все равно, будет, ну, как бы, где-то шире, где-то не шире, ну, это без разницы, то есть, прям вот трезво оценивать, если это вещь такая, где там все по сантиметрику должно быть выверено, ну, тогда, да, конечно, перевяз. А если вот, как у вас особенно, вот эти все разлетайки, да, как бы, ну, здесь сам Бог велел, мне кажется, вяжи, что хочешь, никто это не заметит. Ну, видимо, они так и появились, чтобы я могла все ошибки свои спрятать в стиле. Да, 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 я, кажется, тоже тем же путем пошла. Кстати, ну, вот вы говорили, что когда нужно решить скидывать и перевязывать или распускать, но я вот еще оцениваю, сколько у меня рядов, смотря какой узор, да, то есть, что мне будет проще, быстрее все-таки навесить, ну, пять рядов, ну, десять, может быть, я распущу, а вот двадцать, ну, в смысле, прямо на машине распущу, а двадцать я, скорее всего, сниму и потом перенавешу. Вот, но обычно я всегда, если я, например, знаю, что я вяжу вещь новую и я там не уверена, хорошо у меня где-то получится длина или там ширина, я себе оставляю пространство для маневра, то есть, я заранее закладываю, что вот здесь вот я смогу перевязать, ну, то есть, там направление вязания подбираю, если там рукава мне нужно будет скорректировать в процессе, потому что у меня, ну, не так, как у вас, да, конструкция в другую сторону, поперек называется, в другую сторону, да, я оставляю себе пространство для маневра, то есть, вот, чтобы я могла распустить, чтобы я могла там отрезать, или, может быть, резинку я потом пришиваю, потому что мне нужно вживую посмотреть и скорректировать, то есть, заранее закладываю такой запас. Девочки, вы пишите в чате, как и что вы с ошибками, вот, как у вас с ошибками, как вы к ним относитесь, что вы делаете, вот этот самый. Вовремя мы решили спросить мнение аудитории, как у вас с ошибками. Мы тут полчаса уже рассказываем про свои ошибки и решили вернуться. Не, на самом деле, да, интересно, то есть, есть ли у вас какой-то страх, то есть, чего-то вы не делаете, потому что боитесь, что у вас не получится, или наоборот, не можете решиться, вот все думаете, ну вот сейчас, сейчас я это попробую, попробую, но мне страшно. Вот, ну и, конечно, как часто у вас случаются такие ошибки, неудачи, что вы с ними делаете? страдаете, не страдаете? Вы, кстати, да, да, говорите. Говорите, говорите. Да, хорошо. По поводу страдать, не страдать, тоже я для себя такую вывела формулу, что если я вот что-то, ну, во-первых, не вязать по ночам, потому что, когда ты вяжешь по ночам, ты перевязываешь потом в следующий день, даже если это, вот чуть-чуть полчасика поработать, нет, это потом на следующий день три часика распускать и полчасика поработать. Да, по ночам как бы не вяжем, даже если чуть-чуть закончить, нет. И если ошибка, ну, если я понимаю, что вот, все, это я неправильно сделала. и если там действительно нужно много распускать, ну, вот такая прям серьезная ошибка, все, я оставляю на ночь стопудово и с утра уже свежим взглядом можно оценить, во-первых, уже ошибка не кажется такой криминальной зачастую в половине случаев, да, вот как у вас вот это вот утюгом растягивать и нормально, никто не заметит. Вот, еще треть случаев эту ошибку можно исправить малой кровью, то есть найти какой-то способ, где будут не супер глобальные переделки, где не нужно там сидеть три часа вот это все ковырять, а за полчаса как-то сделать. Вот, ну, если уж не пришло ничего хорошего в голову, то тогда перевязать, но это вот прям маленький процент остается, когда действительно нужно перевязать. Чаще всего находится что-то, выход да, вот это очень ценный момент, когда какая-то есть ошибка, не кидаться на нее с ножницами прямо в пылу негодования, а дать ей отлежаться, потом может оказаться, что есть что-то интересненькое. Как раз в чате пишут, что вы учите, что нельзя распускать, надо подержать. Да, ну, понятное дело, что всякое может быть. Вот Татьяна пишет, вязала свитер лабиринт, с длиной немного переборщила, пришлось свитер превратить в платье, не распускать же. Ну, вот, отличный выход из ошибки. Был свитер, стало платье. Почему нет? Почему? Платье тоже хорошо. Я, кстати, когда, если еще вяжу детали, понимаю, что у меня деталь неправильная, ну, и понимаю, что, ну, совсем неправильная. Ну, бывает такое, там, с расчетами где-то ошиблась сильно, там, петельную пробу неправильно вписала. Я прям оставляю деталь. Ну, не распускаю ничего, оставляю деталь. И вот у меня есть некоторые просто детали связанные и лежат и перевязанные целиком. Не знаю, почему я так делаю, кстати. Ну, мне кажется, что вот я уже не раз использовала вот эту метафору, что ошибки это как зашифрованные письма в будущее. Вот мы сейчас не знаем, что с ними делать и убираем их, а потом придет время, когда мы скажем вау, там такая идея. Ну, кстати, да, что-то в этом есть. Это вот очень-очень верно вы говорите, да. Я понимаю, что у меня сейчас лежит несколько платьев. Я вязала платье и изменяла ширину, меняя плотность. то есть, не прибавки-убавки, а чисто меняя плотность. И там была ошибка в выкройке, которую вовремя никто не заметил. Вот. И, ну, я оставила это платье. То есть, где можно было перевязать часть, я перевязала, так у меня вот лежит несколько таких деталей. Вот. И периодически я к ним возвращаюсь, примеряю на себя, думаю, ну, что же, что же можно с ними сделать? Ну, да, вот душа эффективности и жалко, когда ниток, то прямо это зверетит. Да-да-да. Потом, когда не хватит на что-нибудь ниток, вот это вот распустить из-за кормов достать, чтобы точно хватило. Женя написала, спущенные петли ковыряюсь, чертыхаюсь, но поднимаю. Пробовать не страшно, ошибки постоянно. Не страдаю из ошибок, но приспособить как-то ошибочное дизайне пока не получается. Ну, Женя, еще вы не нашли этого ключа к расшифрованию этих ваших писем. Мне кажется, оно найдется в любом случае со временем. Что, что я не поняла? Найдется, найдется со временем. Ну, то есть они как бы потихоньку, потихоньку, это как образцы, они лежат, лежат, а потом ты такой, о, сделаю что-то из образцов. Так, а давайте еще мы какой-нибудь отсюда выберем вопрос. Нам никто не задает из наших учениц, а мы выберем этот самый с чатанчиком идти. Давайте. Искусственный интеллект сегодня рулит нашим эфиром. Надо было его пригласить тоже. У нас Наталья что-то хочет сказать. А как ей дать нажать, чтобы она смогла сказать? Да, надо попробовать нажать. Давайте попробуем разрешить говорить. Наталья? Рыдаю от невнимательности. Юлия, здравствуйте. Рада вас видеть. Так. Наталья, вам теперь нужно нажать на микрофон у себя, чтобы он не синеньким был, а зелененьким. И вы сможете говорить, пока мы вас не слышим. так, Наталья? Наверное, не этот самый. Наталья, напишите, может быть, вам будет легче просто написать. Вот здесь написала Юля. Страдаю от своей невнимательности, такие глупые ошибки делаю, страдаю потом. Ну вот, кстати, я знаю, о чем говорит Юля, потому что мы это прошли с ней вместе. И, ну, здесь все страдают от невнимательности. Мне кажется, всем хочется быстрее, выше, сильнее. И мне тоже. И у меня бывают ошибки из-за невнимательности. Но я очень ленивый человек. Мне очень лень всегда переделывать. Поэтому, если я знаю, что где-то у меня есть ошибка, постоянно повторяется, значит, в следующий раз я буду в этом месте внимательнее готовиться. Ну и в целом вопрос тщательности подготовки, расчетов. Вот вы, Галла, тоже учите макеты делать, да? Это все как раз-таки спасает от ошибок, от неудачного результата, чем тщательнее просчитать, подготовиться. А потом ты просто как бы садишься, вот так вот музычку какую-нибудь приятную включаешь, танцуешь, вяжешь, и все у тебя правильно, потому что все посчитано, все записано, все проверено. А вот вязание действительно уже может тогда быть расслабляющим, радостным. Если я вам задам вопрос не с чатом GPT, а с чатом Ну я даже не знаю, стоит ли на него отвечать тогда. Я вот у вас видела такую классную картинку, как вы в плед, плед как хвост русалки. И даже дочка, да, ваша дочка вместе с вами не моя, но дочка. У меня дочек нет, чужая дочка, да. Хорошо. Ну вот две русалки, это так красиво, так, знаете, смело, это смело. Я хочу вот сейчас тему такую смелости, вот разрешить себе что-нибудь такое зафигачить, что прямо вот сама от себя офигеешь, да, вот как вам? Вот я, например, вижу во многих ваших вещах много смелости идти нехоженными путями. Это мой девиз по жизни. Но я уже говорила, что про ошибки, да, то есть, что если я не понимаю чего-то, я не буду так делать. И я проверю, соответственно, как по-другому. Ну и в вязании это тоже отражается, такой немножко протест, несмотря на то, что я супер правильный человек, который соблюдает все правила, да, но если я чего-то не понимаю, нет, я не буду этого делать. А вы разве так не делаете? Я, знаете, я очень... У вас изделия ни под один стиль не подходят, между прочим. Ну да, вульгарные они у меня вульгарные. Да, вульгарные. Я, знаете, чего очень боюсь и не люблю? Скуки. И я это самое развлекаю себя. Вот я, когда появляется очень трудность какая-нибудь, и внутри начинается такая дрожь, ой, трудно. Я говорю, развлекаться сейчас будем развлекаться. Да, да. Но, кстати, это опасный путь, потому что, ну, не только его часто не понимают, да, обзывают, потому что людям как бы вот это вот непонятно, что за стиль. Часто сложно в принципе объяснить, что происходит. Ну, я вот столкнулась с такой проблемой объяснить, что происходит. Мне сложно это объяснить, потому что люди так еще не делали, и мне сложно донести. Ну, в моей голове это все красиво, да, естественно. Вот, а тут как бы показать, как применять, как использовать. Вот, у вас нет такой проблемы? Ну, даже, наверное, в прошлом времени уже можно сказать, не было ли у вас такой проблемы? Все-таки у вас тоже необычный подход взять и поперечным вязанием, вот этим скоростным все вязать. Да, очень интересный вопрос, он про вообще про, мне кажется, про то, как себя объяснить, да, как рассказать, ведь это связано с тем, что у нас есть бизнес, и нам нужно рассказать и показать, потому что нам нужно продавать. если бы просто только себе развлекаться, да и ладно, развлекаюсь, да и ладно, а если ты продаешь, а это связано с маркетингом, я маркетинг все время изучаю, то есть сам дизайн тоже было бы интересно поисучать глубину, но вот маркетинг, это просто жизненно необходимо, надо зарабатывать, да? Ну, без этого никак, если вы не будете заниматься этим бизнесом, вы не будете этим заниматься в принципе, потому что пойдете на другую работу. Ну да, вот, поэтому бизнес предпочтение, я иду на курсы, я его изучаю, и это помогает вот находить, как себя объяснить, как это объяснить, чтобы было понятно, то есть ну, как бы буквально, как, допустим, носить, да, что вот свитер можно и на лицо, и наизнанку, он двухсторонний, да, вот это его преимущество, и более-таки, ну, как бы сказать, неочевидные вещи, что ли, надо объяснить, и объяснить нужно красиво. Да, это да, ну, понятное дело, что это все, как бы, со временем происходит, вот, естественно, со временем все над этим работаем, как без этого, иначе, вот, но в первом приближении я вот столкнулась с проблемой, что постоянно непонятно, то есть для меня какие-то вещи очевидны, а для людей оказывается непонятно. А вот, давайте ваши, вот, русалочий хвост, зачем он, зачем он людям нужен-то вообще, вот я посмотрела, думаю, что это такое, зачем? Нет, ну, во-первых, плед русалочий хвост существует давно, то есть вязали там каких-то русалок и уже, мне кажется, многие участники наверняка вязали каких-то русалок. Изначально, впервые, когда мне пришла в голову мысль вообще повторить, мне нужен был подарок, собственно, для девочки, для дочери моей лучшей подруги, подарок нужен был срочный. Я не люблю делать подарки, когда надо, я люблю делать подарки только от души. очень часто они не вовремя происходят, очень часто они странные, но они всегда от души. Ну, я такой человек, я не могу подарить фигню человеку, который мне важен, дорог, то есть мне хочется, чтобы это было действительно то, что нужно. Вот, и оказалось, что буквально накануне, там за недельку до дня рождения были на природе с этой девочкой, и она со мной поделилась, что вот, а я вижу там русалку в воде, там, вон, еще русалка, еще русалка, и как-то совершенно естественно в моей голове возникла мысль, что вот она искала русалок, я ей сделаю русалку, из нее сделаю русалку. Ну, плюс девочка, сколько ей кажется, четыре года, вот, такие все вот эти вот принцессы, вот это вот все, та тема. Пятки. Ну и дальше как бы посмотрела фотографии русалок, да, то есть как они выглядят, и просто подобрала из, ну, благодаря своей насмотренности узор подобрала, у меня еще тут люрокса целая куча, вот, это как бы, ну, русалка, чешуя блестящая, вот, и естественно сделала ей русалочий хвост, показала у себя в канале, люди такие, а, мне тоже надо, а, я взрослый тоже хочу, я такая, ну, раз все хотят еще и взрослый, значит, я сделаю взрослый, да, взрослый тоже сделала в подарок для сестры, она мне очень помогла летом, ухаживала за моей кошкой, ну, не ухаживала, точнее, просто следила за ней несколько месяцев, вот, ну, и надо было хороший подарок сделать, я и сделала хороший подарок, вот, люблю тоже убить сразу нескольких зайцев одним выстрелом, одним выстрелом, вот, так и получился взрослый плед, ну, а по поводу фотографии, собственно, была у ребят в гостях, да, где детский плед, у них дом загородный, там есть баня, и я как только увидела перед этой, в принципе, посмотрела на баню, сразу в моей голове мысль, а вот смешно будет русалку там сфотографировать, как рыбина лежит в бане, жарится, а там перед баней еще купель стоит, такая, о, и там тоже будет смешно, знаете, старый фильм русалочка с Томом Хэнксом, по-моему, если я не ошибаюсь, такой, где-то 80-х, наверное, он или 90-х, ну, вот такой прям фильм моего детства, он взрослый, не детский, фильм взрослый, и там есть такой кадр, где девушка, она, собственно, русалочка, и она лежит, она страдала от того, что нет воды на суше, да, в Нью-Йорке, кажется, она была, и вот она набрала себе ванну в квартире у него, а может, и не Том Хэнкс это был, но неважно, и у меня прям в голове всплыл кадр, когда она легла со своими обычными ногами в ванну, да, а потом она так свой хвост огромный, огромный, такой, бу-бу, на бортик этой ванны кладет, и вот у меня сразу этот кадр в голове всплыл, вот, и, ну, а дальше, как бы, приехала к ребятам фотографировать плед, тут ребенок приехал, я такая, о, ну, нужно вдвоем сфотографироваться, ну, и как бы все уже там понеслась фантазия, уже и мама девочки включилась, начала нас сфотографировать, а давайте, говорит, вы поплывете, и, ну, такой полет, в который все включились. Тогда у меня вопросы, во-первых, девочке понравился подарок? Конечно, да, более того, ее брату понравился подарок, он надевал его, такой, я, говорит, русал. И вопрос по поводу, как мы показываем, что с этим делать, то есть вот эти фотографии, они к чему привели? Ну, к тому, что я показала, да, что это пледик, в котором можно мило смотреться, ну, так-то его функционал, как обычный пледик, просто немножко сшит снизу. Не-не, у меня подоплека корыстная, то есть есть заказы, есть продажи. А, ну, конечно, я же пока, я же делала инструкцию, да, все из меня нужно вытягивать, кому-то нужно сходить тоже на курсы маркетинга или маркетинга, как там правильно. Да, я же делала инструкцию, собственно, и для этого нужны были все фотографии, вот, потому что, во-первых, показать, как им пользоваться, оказалось, что все равно не сразу я хорошо показала, потому что люди подумали, что это такой длинный-длинный мешок, в который ты запихиваешь ноги целиком, а оказалось, что он только чуть-чуть снизу сшит, ну, и по сути сверху, как раз-таки я делала его удобным, ну, то есть, чтобы это было практично. То есть обычные, ну, мне казалось не очень практичным, когда у тебя просто мешок, да, которым ты закрываешь только ноги, и он только ноги закрывает. Вот, мне показалось это не очень практичным, поэтому я сделала, ну, до конца, чтобы можно было целиком укрыться, просто ты ложишься, и тебе не нужно, вот как я обычно, знаете, вот заворачиваю ноги в клет, чтобы нигде не поддувало, ну, а тут не нужно заворачивать, тут уже заранее все сшито. ну, вот, вот, вот мы сейчас разобрали пример, как объяснить и показать и рассказать и... на самом деле тут как бы и про ошибки, то есть, фактически, да, ты просто наблюдаешь, что происходит, да, вот, я допустила ошибку, я вот не показала с той стороны, и сразу же анализируешь и делаешь какие-то действия. Я тоже, когда посмотрела эти фотографии, я подумала, так красиво, но и тут же появилась мысль, наверное, это непрактично, если я могу только ноги туда засунуть, вот нужно было его раскрытый показать тоже. Да, 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 но я потом показала, кстати, ну, потом было видео, где я его уже, ну, натягиваю, и там уже нормально видно, когда мне задали вопрос, тогда я показала, вот, но теперь знаю, что не все увидели. Спасибо вам за обратную связь, мы это запишем. А у вас так было, что, ну, то есть не понимали люди, что в итоге делать с вещью? Встречались случаи, где вот вы упустили момент, чтобы объяснить? Да, вообще, наверное, очень много моментов, когда есть проблема с тем, чтобы объяснить. Даже вот такая глобальная проблема поначалу, я даже этого не поняла, я когда-то написала свой первый курс, он был про методы, у меня же собрались методы необычные, я знала, что их таких нет. Вот, ну, методы, буду преподавать методы, а потом оказалось, что курс, он про творчество, он про то, чтобы переступать какие-то границы, создавать свое, то есть там такой психологический момент есть, даже не момент, он вообще такой по сути. А я рассказываю как методы, то есть я неправильно объясняю людям, что там внутри. И это взяло довольно много времени, пока я поняла, что я не про то рассказываю. А как вы поняли? Как вы пришли в итоге? Ну, во-первых, я смотрела сразу, я смотрела сразу на отзывы, люди писали отзывы, и они писали, писали девочки, что внутри оказался трансформационный тренинг, это оказалось неожиданно, то есть не все хотят идти на такой тренинг, он же не всем нужен, не все хотят, может быть, он всем нам нужен, но не каждый готов, не все хотят, это действительно нужно хотеть, чтобы на него идти, и так и нужно рассказывать. Но из опыта я увидела, что происходит на самом деле, но на самом деле я увидела, что это происходит, но как это подать, это сложно, я с этим все время продолжаю работать, вот, чат GBT мне помогает в этом. Я тут уже себе сделала пару заметок, вот про меня говорили, я делаю себе заметки, как объяснять, что объяснять, что упущено, какими словами. Вот это самое, раз мы тут на него все время, на эти нейросети все время сваливаемся, пусть уже, ну, как идет, так идет, во-первых, девочки, к вам вопрос, если вам эта тема интересна, если у вас какой-то опыт, поделитесь, а насчет вот этих вопросов, которые мне чат GBT, да, я вам просто расскажу сейчас сразу, как я это сделала, и вам может тоже пригодиться, вот, я говорю ему, выступай в роли вязальщицы, которая хочет учиться у дизайнера необычному вязанию, там, своему стилю, ну, в общем, вот всему такому, да, и запиши те вопросы, какие бы ты задала бы на прямом эфире вот этим двум дизайнерам, прямо так конкретно, и он мне написал, я смотрю, что все-то интересно, но написано, как бы это сказать, вот есть такая проблема у мастеров, специалистов, когда они очень углублены в свою сферу, они говорят своим таким профессиональным языком, вот, а здесь еще добавляется немного такой машинный, ну, как бы, это же ответы, они же идут из большого количества информации, которая там есть, и он ее выдает, ну, такую, как бы, все, что оттуда выбрал, и она немного, ну, как бы сказать, можно машинная, что ли, вот, я тогда ему говорю, задайте вопросы точно так же от этой же вязальщицы, вот так же этим дизайнерам, только как будто бы тебе 10 лет, и вот вышли такие живые вопросы, так что, вот, если кому-то это интересно, то вы имейте в виду, что вы можете задать вопрос именно так, отвечай мне в роли, там, не знаю, диетолога, у меня, допустим, там, не знаю, что-то, что-то, такое-то, такое-то, и отвечай мне в роли диетолога, там, не знаю, с 25-летним стажем, интересные вещи можете узнать, там же есть опыт вообще всех-всех-всех специалистов, вообще, это офигенно, интересно. Это если у нас был бы эфир с диетологами, которые все понимают, тогда можно было бы задать вопросы про вязание, да, от лица диетолога с 20-летним стажем. Ну, это как пример, вообще, по своим, мы же не только вяжем, мы же еще другой, дадаем нас. Конечно, конечно. Мне очень понравилось ваше замечание про то, задайте вопросы, как будто бы тебе 10 лет, мне кажется, это вообще путь по жизни прекрасный, просто делай что-то, как будто бы тебе 10 лет. Ну, вот такая непосредственность, ну, и это прям секрет, наверное, главный, как делать что-то классное. Ну, вот подумай, что тебе 10 лет, что тебя ничего не ограничивает по сути, и делай. Да, может даже не 10, 10 может уже там много поставили всяких этих, может быть, там, не знаю, 3-4 года. Да, 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 такая вот детская непосредственность, она прям открывает тоже какие-то новые, новые границы, вульгарные коллекции, не похожи на стиле и так далее. Гал, давайте, да, я уже думаю, может, стоит заканчивать, мы с вами тут уже час, у меня уже скулы болят, улыбаться. Давайте, хорошо, тогда у нас есть контакты, у вас есть наши контакты и Марины, и мои, у вас через время какая-то появится идея, мысли, поделитесь с нами, пожалуйста, вопросы, если появятся, и насчет того, насколько вам полезно, и вы бы хотели такие встречи еще, в общем, мы от вас ждем, можете задать чат от Джиби, что задать этим, этим, которые там чего-то, хвосты какие-то придумывают, вульгарные коллекции. Вульгарные хвосты, придумывают, вульгарные хвосты придумывают, что им, как их приземлить немножко, чтобы они что-то полезное дали, а то они все хохочут там. Да, да, оставляйте комментарии, пишите, я не знаю, если вы нам скажете, закинете идею, что вы от нас хотите видеть совместно, и будет вообще классно, потому что мы вот задумались, что бы мы могли такое совместное замутить, но пока не придумали перед Новым годом. Я вот так вот немножко спойлеры кидаю, да, вот, ну, может быть, придумаем что-то потом, вот, а если это будет с вашей помощью, то вообще прекрасно. Пишите комментарии и здесь, у Галла в канале, и у меня тоже, да, будет эфир в отвяжных. заходите, рассказывайте о себе, знакомьтесь с нами и ждем вас в следующем году уже, видимо. Да, 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 я хочу вульгарный хвост, вот. Я хочу вульгарный хвост. Вульгарный хвост. Да, хорошо, это замечательно, перед Новым годом мы встретились, и мы в Новом году что-нибудь придумаем такое, и чтобы мы делали что-то вам полезное, так вы не молчите, пишите обязательно. Всех с Новым годом, всем магии, любви, чудес, добра, мира и созидания, чтобы мы делали свои вульгарные хвосты. Ну, или нет. Вульгарные, ходили все в вульгарные хвосты. Галла, спасибо вам большое за эфир, очень было для меня тоже интересно, и такой небольшой получился даже небольшой кусочек рефлексии, да, вспомнить, подумать, о что было, о какой путь пройден. Вот, надеюсь, еще увидимся. С наступающим Новым годом вас и всех, кто нас слушает. Желаю вам расти и не ограничивать себя в росте. Спасибо. Всем-всем-всем успехов и всем удовольствия от творчества, от ошибок. От ошибок. Нет, ошибки это важно. Без ошибок никак. Удовольствие от ошибок. А, удовольствие от ошибок. Все, я поняла. У нас же даже название как дружить с ошибками. Мы вот его название огласили, а как, собственно, с ними дружить, ведь мы о ней так и не рассказали. Так что вот в следующий раз. Интрига. Вторая часть будет, значит. Ну ладно, всем-всем спасибо, с Новым годом. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok